Власти Свердловской области готовы оказать помощь семье погибшего ярославского водителя Сергея Блохина. Решение губернатора Евгения Куйвышева приводит в Департамент информационной политики. В среду в районе 17 часов на трассе М8 столкнулись туристический автобус с детьми и грузовик с травмами средней степени тяжести. Госпитализировали полтора десятка детей. Спустя несколько часов после ДТП в больнице скончался водитель автобуса. Своими действиями, как говорят очевидцы, Сергей Блохин с пожизни пассажиров вывернул роль и успел предупредить о грядущем столкновении. Сергею было 40 лет, осталась жена, трое детей. Соболезнование семье выразил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. А вот водитель, управлявший грузовиком, задержан. Возбуждено уголовное дело. Как сообщают в полиции, в ходе работы на месте ДТП сотрудниками госавтоинспекции и следственной оперативной группы установлено, что мужчина, выезжая с авторостепенки, не предоставил преимущества в движении автобусу. Всего в нем находилось 45 человек, 38 из них дети, 16 попали в больницу, травмы получили гид и водитель автобуса. Позже, как я уже говорил, он скончался. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Проверку перевозчика проводит и следком. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать ход расследования. Региональное управление возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работы для оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По поручению министра транспорта Максима Соколова, внеплановую проверку перевозчика проведет Ростраснадзор. Создадут специальную комиссию по выяснению причин ДТП. К разбирательству подключилась областная прокуратура. Обслуживанием школьников по программе «Моя Россия» занималась Ярославская туристическая компания. О случившемся сотрудники узнали сразу после происшествия. «Сопровождающий был в автобусе, поэтому как только вот это случилось, несчастье, значит, мы звонили, звонил там, кто находился в автобусе. Очень быстро приехали оперативные службы все. А дальше уж мы занимались организацией выезда автобуса, который приехал на смену. Дальше выехали наши еще работники, для того, чтобы понять, кто там куда едет. Всех детей, которые не остались в больнице в Ростовской, мы увезли сюда, разместили, накормили». Школьники, здоровью которых ничто не угрожало, все-таки продолжили программу. У них была знакомительная экскурсия по Ярославлю, потом пстили Ростов, откуда отправились в Москву. Поздно вечером их ждет поезд в Екатеринбург. К этой минуте в Ростовской больнице находятся 8 детей. Их состояние оценивается как легкой степень тяжести. В основном это пострадавшие с ушибами, рваными ранами. С ребятами продолжают работать психологи. Как отмечают врачи, дети скучают по родителям, однако им все еще требуется лечение. Поэтому предполагается, что в больнице они пробудут порядка 5 дней, затем их организованно отправят домой. «Дети все накормлены, лечение получается ответствующее, наблюдается. Детям подключен Wi-Fi, они все связались со своими родителями. И сейчас вечером у них будет после ужина еще дополнительный ужин. Папа одной девочки прилетел, забрал эту девочку под свою ответственность. Поведет назад в Екатеринбург». А утром пострадавших в ДТП навестил глава региона Дмитрий Миронов. На тот момент там находилось 14 ребят. Губернатор обошел все палаты, где расположили ребята из Екатеринбурга. Дмитрий Миронов пообщался и с пострадавшими, и врачами. Спросил о самочувствии и убедился в должном уходе. Дети рассказали Дмитрию Миронову, что помнят обстоятельства ДТП. Школьники жалеют, что так и не смогли посмотреть Ростов. Дмитрий Миронов пообещал летом для них организовать специальный тур по «Золотому кольцу». Сейчас жизни детей ничто не угрожает. Они находятся под наблюдением специалистов. Как заявили губернатору больницы, медикаментов и врачей хватает. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Психологи тоже работают. Психологи работают. На вчерашний вечер, соответственно, всех детей накормили, всех детей напоили, отдельно купили, так как у них все-таки преимущественно раны, соответственно, лица рваные, раны верхней, нижних, соответственно, губы. Поэтому вчера были приобретены йогурты, детское питание, чтобы была возможность ответственности где-то покормить. А семеро пострадавших сейчас находятся в областной детской больнице в Ярославле. Их перевезли сюда из Ростовской ЦРБ. Твои девушек 14 лет поступили в Ярославль еще вчера. У обеих легкие черепно-мозговые травмы и ушибы мягких тканей. Сегодня вечером доставили еще пятерых пострадавших в ДТП. Это юноши и девушки 14 до 16. Кроме ушибов, у подростков раны от стекол. С детьми работают хирурги, травматологи, лор-врачи. Скорее всего, после госпитализации в районе недели, наверное, дети будут находиться у нас. В зависимости от самочувствия и как дальше пойдет лечение. В Екатеринбурге произошедшее накануне до сих пор одно из самых обсуждаемых событий. Школьники представляют три учебных заведения города. Многие родители еще вчера покинули столицу Свердловской области, чтобы забрать или навестить в больнице детей. Наши коллеги из Екатеринбурга встретились с отцом одной из пострадавших девочек. Вот что он рассказал о случившемся. До дочери какое-то время дозвониться не могли мы. Но потом, когда дозвонились, выяснилось, что все нормально более-менее. То есть перелом костей без смещения. Ехали, она там на втором ряду сидела. Причем все были пристегнуты. За этим следили. А вот что по телефону рассказала сама пострадавшая. В автобусе у нас все спали. Проснулось от того, что стоит грузовик посреди дороги. И потом уже пытались выйти из дверей. Но двери как бы никто не мог открыть, потому что там водитель как бы ему вообще плохо был. И никто ничего не мог сделать. Но в итоге мы вышли и уже стали ждать скорую. Продолжение следует...